Ну, с этим я могу согласиться, но вы сейчас берете историю, которая, в общем-то, относительно недавняя история. Я читал у Сергея Лазарева, есть такой Сергей Николаевич Лазарев, который написал известные много книг под одним названием «Диагностика кармы». И вот в одной из книг он описывает о том, что 5000 лет тому назад, когда на земле распространилось язычество, Бог Всевышний послал на землю своего посланника, будем называть его Моисеем. И вот он обличил его полномочиями, чтобы все-таки он пришел на землю, поскольку если приходит куда-то кто-то, он должен обладать какими-то полномочиями. Ну, тогда не было там лайсенса, вы же понимаете, но какие-то полномочия, наверное, были, которые все понимали. И вот, то есть в назидание, скажем так, потомкам, и чтобы решить вопрос, когда люди перестали соблюдать законы, божеские законы, заметьте, 5000 лет, 5000 лет назад примерно в это время началась Кали-Юга. То есть это совсем как бы из другого источника, но все сходится в одну точку. Вот битва на поле Куркшетра, то, что мы говорили, где произошла вот это, где погибло 650 миллионов человек в течение 18 дней, и прообразы, вот, теперешние ядерные, скажем, бомбы, ядерного взрыва, которое там было. Вот эти 5000 лет. И вот пришел на землю Моисей и иудейская нация, чтобы дать людям образование, чтобы объяснить, как надо все-таки жить по божьим законам. И когда он пришел, он начал рассказывать, ну, ему говорят, а кто ты такой? Ну, он, конечно, как, знаете, поезжай в Киев и узнаешь, кем был там, Паников. Нет, ты просто поезжай в Киев и все. Так вот, он говорит, я посланник, я божий посланник. Он говорит, ну, предъявите карточку, там, фотографию, там, родинка, помните, как у Карца Васильченко. Да, он предъявляет там полномочия, они принимаются. Так вот, там написано, в этих полномочиях, это Богом избранный народ, который должен соблюдать, естественно, поскольку он объясняет, как надо правильно жить, и этот народ, и все люди, которые, соответственным образом, должны все это соблюдать сами. Ну, потом это нашло в Библии воплощение в виде заповедей. То есть, ну, получается так, что если этот народ, так, если этот народ, естественно, соблюдая, в идеале соблюдая все, то есть они, как бы ангелы, они с крылышами все должны уже летать и вознестись, и так далее, и так далее. Этого не произошло. То есть, что произошло в итоге? Произошло в итоге о том, что, ну, как бы полномочия есть, но качество, поскольку мы перешли уже в раздел Кальюга, это качество невежества, то есть люди как-то вошли в общий поток вот этого язычества, что ли, можно предположить, и они стали вести себя точно таким же образом. То есть, законы, заповеди перестали соблюдаться, но Богом избранность осталась. И что происходит? Помните, Робин Дарана Тагор все время сказал, чтобы, скажем, сильный и слабый. Так вот, миссия сильного не показать, что я сильный, а ты слабый, а протянуть ему руку, чтобы поднять его на свой уровень и сделать тоже его сильным. В данном случае пришли люди, которые говорят, а мы Богом избраны. Докажьте. То есть, перестали верить всяким. Уже лайсенс нужен, понимаете, а лайсенс это нет. Я просто смеюся, на что нас вытягнули выборы Лукашенко. Банальны еще, я прочим. Але ж мы не можем оценивать их, як бы, с банальной точки гляджения, пункту гляджения. Зараз, вось, только что поступила информация, Гайдукевич сказал, что его кампания пройшла на пятерку с плюсом, и по данным, по дадзинам его штабову, и он на другим местце находится. Крадзей, кажется, ставка на Караткевич не пройшла, але гэта дадзин и его штабову, и я не могу сказать, что саправду их это так. А на первом месте, простите за такой вопрос странный. На первом месте странное пытание такое, и вось пройшла фотка, чудовная фотка, где хлопец Коля галасуе за своего батьку. Лилирычно, вельми лилирычно. А там написано, что он галасуе за своего батьку? Ен кидае бюллетень в урну, але я не ведаю, чому хлопчик Коля мае право галасовать до 18-ти годов. Сколько ему лет? А ён 94-го года, так... О, что вы говорите? Так он уже большой мальчик. Вели-вели-вели-великий-невеликий, растрошком под батьку не вышел, але... Так, ён 94-го... Нет, даруйте, ён 2004-го года. Вот это другое дело. 2000-го, да. Он ещё маленький. Тут я успылил, ён молодший за моего сына. А когда, скажите, можно, в общем-то, становиться, что ли, там, президентом? Есть? Лукашенко стал у 39-ть годов, и тадыш поправили Конституцию до того, что можно ён 35, падаецца мне, становиться президентом Республики Беларусь, и калі ты 10 годов жыл на территории Республики Беларусь. Ну, калі ты 10 годов жыл, гэта достатково справедлива, скажем так. Так, але вот, да, хлопчыка Колі нам ещё чакать, чакать. Я ещё кольки таких выборов можно провести, так. И хлопчык Колі прыйде до места, до своего. Так вот, я и говорю... Золотым пистолетом от Медведева. Я всё время и говорю, а, возможно, там будет какой-то закон, или он уже существует, преемственность поколений, скажем, титул переходит по наследству, нет такого вот ещё? Ну, всё правдой, гэта, вучшыцца ў старайшых абрату, ёхшы там толькі пероемнікі. Путін был пероемніком ў Ельцина, Медведзів был пероемніком ў Путина, а потом Путін пероемніком знову Медведзіва, хоць ён никуды не знік ў той час, пакули Медведзів гэткі клаунішка был празідэнтам. Усё строецца на пероемніках. Паглядзіць ў сусенні Азербайджан, дзе Алиевы пероемаюць. Паглядзіць ў сусенні Казахстан, дзе Адназарбаева нехта пероеме. Про Узбекистан я ўжо навать не гавару. Карате, кажуч, ўсё ж такі, вось, калі ацэніваць сёння выбары ў Беларусі, і мы прагэту ўжо казалі ў нашых праграмах, тое, што адбываецца на постсавецкій просторы, гэта тое, што ўся прыбалтыка, яка і не была ніколі савецкій, пероабірае сваіх празідэнтаў, і як не цікаўна пероабірае Украіна. Ці пероабіраеці просто знішчвае іх. І гэта саправды справедліва. Бог, гэта здаецца, больш дэмократычна народ паміж беларусамі, казахамі, узбекамі, азербайджанцамі і іншымі. Ну, ашча Грузія, але ў Грузії гэта неяк самадастаточным бардаку адбываецца. Тому не могу сказаць, што ў Грузії ўсё як быцца бы настолькі адвольна, і настолькі народ дэмократычна распаражаецца ўлады, якая будзе далі імкераваць. Ось, сами бачыцца. І все шы я хацюў бы вернуцца да таго ж пытанне, пра якое мы гаварыли, за што беларусам ўсё такое? Мы не як адвлекліся. Нагабраеў і іншых. Ну, карма, карма, будем ёё называць. Будзім называць карма. Уж не знаю, как то верит, то не верит, но... Які цудовны адкас на ўсё. Карма і ўсё. Карма, та, сап. Самое простое. Которую надо будет отработать. Ну, і вот сейчас, получается, отрабатывается всё это дело? Ну, попадается так. Ага, ось уже пошла информация про то, что я не веру. Стопроцентная ялка. До 10-40. 10-40 у них уже ёстине? А, сейчас 10-40. А, не-не-не-не-не. Гэта... Гэта... Вось так робіцца прапаганда. Гэта, ведэць, хто адлічая стопроцентную ялку? Другі Мінскі рандомы. Стопроцентна? Гэта... Рожы... Гэта... 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 Гэта адзначыўся. Усё стопроцентна прагаласавалі. Гэта... Ага. То есть в роддоме, который на улице Урицкого, мы знаем, первый... Гэта... 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 Там было родильное отделение. Да, там родильное отделение, да, там мой брат рождался, это я. Мы снова-таки поишлению тему, але, зараз я просто отрывливаю информацию частково и хочу самую свежую донести. Так, что мы маем зараз? Есть какая-то информация о голосах, процентном соотношении голосов, проголосовавших за того или иного претендента? Так, нет, мы пока не маем остальные за экзит-пулами, а экзит-пулы я уже прозвучивал. Далее, есть еще одно заявление от Лукашенко. Он заявил, что, когда есть проигравшие, они должны это признать. Вот так. Кратце и кажут, что все проиграли, и об этом... То есть все должны признать, что они проиграли. Да, и про это новый старый президент, поставьте новый старый, он официально про это заявил, что они должны признать, что они проиграли. Ну и самое интересное, что я сейчас ждал, это от экзит-пулы с европейской коллегией, которая за этим смотрела. Али яны, пока что ничего не дали, нажаль, и, сдается, до конца нашей программы сегодня не дадут. Али выводы некие евроколлегии, коллегии Совета Европы по правах человеку, яны будут вельми важны. Али для нас, не для Беларуси уже. Уже не для Беларуси. Вот такие справы у нас. Понятно. Ну хорошо. А скажите все-таки, как события по поводу выгружения Нобелевской премии все-таки отражаются или не отражаются, не имело никакого значения? Это как-то мимо прошло вот в выборах, естественно. Ну вы видите, мы с вами еще пятницу, сдается, говорили про то, что, сапрауды, тема Нобелевского лауреата Алексеевича не як высшей сегодня за выборы. Потому что яна застанется в истории, ну и Лукашенко так само, зразумел, застанется в истории. Потому что это первый президент Республики Беларуси, больше, да раньше, будет не кто-то другим, коли это помре. Накольки я понимаю, разумею ситуацию. Потому что это две историчных особы, которые на сегодняшний день, ну, может, не сопротивляются одному. Потому что две историчных особы на каждый историчный момент не напасешься. И тому выборы Лукашенко все-таки крыху тени. На этот момент крыху тени. У паразуменні с тем, что Алексеевич отрымала все-таки Нобелевскую премию. И это, сапрауды, так, и так павинна быть. Потому что есть недаречные ценности, есть даречные ценности. Так вот, Алексеевич это даречная ценность. Сам по сабе Лукашенко это недаречная ценность. Бо никто не ведает его нации, никто не ведает, откуда он взялся. Никто не ведает, якими мовами он володает. Бо он не володает ни водной, навыць ни русской не володает. Тая трасянца, на якой он размовляет, это нечто жудасное. И я бы не мог ее принять. Я сам, пасля 15 годов отсутности у Беларуси, вы бачите, что не настолько добро размовляю по-беларуску. Але я все ж таки застаюсь и у памяти, и у души тем человеком, який являет себе Беларусь, як Беларусь. А не так, як являет себе Лукашенко. А Лукашенко не разумеет, что такое Беларусь и что такое беларусы. Я никогда не читал, не писал на беларускай мове. Я не ведает, что такое беларускай мова. Я не ведает, что такое беларускай литература. Мы имели нейкие контакты, я еще дотуль, пока я не стал президентом. И я просто ведаю, что я не вельми одухованный человек в этом плане. И тому, как стать президентом Беларуси и працавать с такой страной, як Беларусь, и стольки годов, и стольки годов знишчать усих тых, кто имеют нейкое право и махчымасть узнять голос супраць его, то мне подается, что такого бывают национальные диктаторы, скажем так. Мы начинали с того ж Гитлера, а он все ж таки был национальным диктатором. Он не як на крыху, на мацау у немцах тоя, на что немцы повелисья и зачем яны пайшли. А вы с Лукашенко для меня некая дикость, что он отчу у беларусах. Кали он вогули и не беларус, и не беларускамоуны, и ничего николи и не ведау, и не у беларуску литературу не уникал, и просто, кали была такая фраза великая у Лукашенко, скажем так, я читал верши Быкова. Быков за все свое житие не написал ни одного верша. Али гэта, каже, президент Республики Беларусь. Казал, дарычи. Ось такая ситуация. Ну, понятно. Ну, я вам хочу сказать, что, скажем там, Песняры, Мулявин, он тоже как бы пел на беларускам языке, но никакого отношения к беларускам языку он, собственно говоря, не имел, и никогда и к Беларуси не имел. Но, тем не менее, он был чуть ли не национальным героем. А вы ведаете, кали мы будем про Песняры, то гэта ж сапрауды беларускі Битлз. Да. И гэтым не адмовіць никому. И Мулявин, гэт цікавая з'ява, межыншым, таму, што з архітектурных инстытутаў тады пайшлі, ну, нейкі пласт культуры, што ў Расеи з'являецца, даруюця па-руску, зараз скажу, машыны і времени, з Макарэвачам ў галаве. І той, што з'являлася ў беларускай культуры, як Мулявин і Шабалін. Яны пачыналі як ансамбль Лявоны, калі вы пам'ятнеце. Да, да, конец. І ў юбилейкі ігралі. І такім чынам, ось, такі пласт з'явіўся ў канцы шестидесятых, ў перші полові семидесятых. І я не магу казаць, што Мулявин і Песняры не беларускай з'ява. Яны саправды беларускай з'ява. Гэта, вось, мінавіта тоя, што заставіла ў якісті момант беларусаў прачуцца да таго, што яны ўсё ж такі беларусы. Може, яны пелі не на... Ну, Барткевич, але яш пел на чистой мові, бо Барткевич саправдны беларусы і заўсёды был такім. Што яшчэ? Потым, калі яны зарганізавалі новыя пісняры зда інака, я гэта заўсёды не ўспрымаў. Бо гэта не пісняры і гэта не тоя беларускай пенне, якое рабілі яны, але вось гэта чатарогалосся, які рабілі пісняры на беларускай мові, гэта фактычна бітлы для Савецкага Саюзу. Калі бітло ў нас не ўспрымалі, ну, ўспрымалі, зразумела, на магнітофонных лентах гэта ўсё было, але, але, вось пісняраў было цудо ўна слухаць, і сёдня ўсё миламаны да гэтуль ўсгадываюць, што пісняры ўсё ж такі былі такі неординарны ансамбль для Савецкага эстрады. Калі там выходзіў Ёся Кабзон, выходзіла там Софія Ратару, пелі патраэтычныя песні нейкі, а потом выходзіли пісняры і пелі беларускай. Просто беларускай на чатарогалосся бітлоўскай, са сваими гітарамі, і гэта було цудоўна, паверцы мене, гэта було цудоўна. Вось гэта тое, што сёнішній празэдэнт ніколі не зразумее. Хоць ў апошніе гады пісняры ў апошнім саставі сваім неяк падвернуліся пад празэдэнта сучаснага ўжо Рэспубліки Беларусь, і неяк нават казалі некалькі лесных слов спадару Лукашэнкі, але гэта зразумела чаму, бо просто дзержавныя фінансавані, яны былі дзержавны ансамбль Рэспубліки Беларусь, і без бюджету аніяк, гэта мы ўсе разумеем. Тут, калі ўже уступаюць врач у сэнс грошы, і калі вы бюджетный дзержавный ансамбль, больш нічога не зрабіць. І між іншым, сучасны, новы, стары празэдэнт Рэспубліки Беларусь ўхітрыўся неяк прыручыць вось ўсях тых, хто мог бы і быць да яго ў опазіціі. Засталіся старые беларускі рокеры, які ўсё ж такі застаюцца ў опазіціі, але вось два трэнда Рэспубліки Беларусь, гэта верасы і пісняры, былі праручыныя. Хоць раіншык, да таго, як празэдэнт сучасны, стары новы Рэспубліки Беларусь ўступіў свае права, ён сё ж імкнуўся пісаць новы гімн з Лёній Пранчаком «Жыве Беларусь», які зваўся і саправны гэта лёзунг для Беларусі «Жыве Беларусь». І была напісана шыкоўнішыя тема музыкальная, ну там пра вершы крыхуя, а не сгодны, што Лёня Пранчак написаў, але ўсё ж такі, ўсё ж такі, ў гэтам адчуваецца нейкая годнасць, годнасць тых, хто пісаў гэты тэкст. І амаль, што праз два гады Раіншык пайшоў таксама пад дзержавны контроль, пад дзержавны бюджет, і хоць ён был больш, можа, паспешны нават, чым сті пісняры, хто ўсё ж такі, ўсё ж такі, ўсё ж такі, ён папаў пад гэта, і гэта был той каток, ад якога трэбэ просто перайсці на другуў бёг в уліцы. Ось такая справа, просто на другуў бёг в уліцы, і ўсё не перайшлі. Прося бров мы не говорим. Ну, прося бров я не кажу, не, но Ярмоленко – это особный выпадок. Хоць я ўу завсё не паважав, але гэта... А там ўж ўсё было зразумела. Калі ў гэтых дзвух выпадках спорна, там было зразумела... Ат кораню, як кажуць. Ну, вообще, я палагаю так, што было бы неплохо нам каких-то следующих наших программах говорить о культурном наследіе Беларусі, поскольку действительно оно велико, если говорить о піснярах, то это действительно эпоха, эпоха в музыкальном, не только, скажем, белорусского творчества, а и всего Советского Союза. Это действительно были белорусские Битлз, и в них был снят фильм, и они действительно их так принимали в Соединённых Штатах. Просто невероятно. Ну, наверное, поэтому, скажем так, Кашипаров так и остался. Баркевич, женившись на коробке, тоже переехал туда, я имею в виду, туда, к нам. Туда, туди, сюди. Я к тому купал у Паулинки, тудема, сюди. Ну, помните, да, недавно был концерт Пісняры, Сябры и Верасы. Ну, из Верасов Тиханович и Поплавская только, собственно говоря, были. Но они, собственно говоря, как выступали, так и выступают. Надо сказать, недавно я смотрел Славянский базар, и интересно было смотреть. Ну, я вам скажу, что Поплавская, она просто категорически не изменилась. Хотя достаточно уже так это, будем говорить, возрастная девушка. Михаил, Михаил, вы видите, мы снова-таки про нашего сегодняшнего президента. Снова-таки про президента, да. С права у тым, што сам па сабе фестываль Славянский базар, ён памятайте, як ранее звауся, гэта был фестываль польской песни ў Витебску. Ну, это я... Да, и потом са з'явленням нашага новага старага президента, який, якога мы знову можам павіншаваць с гэтыми выбарами, ён был пераименаваны ў Срэбраны Витязь, а потом ў Славянский базар. И вось таким чынам ў Витебску узник Славянский базар, на якой с'яжаюцца не заусёды славяне, бо першым, на колькі я памятаю лауреатам ўжо аднаулённага фестываля Славянский базар был Сасопавляяшвілі, гэта першы. Ну, а потом ўжо патягнули з ўсягу былога СССР. Ну, таму патягнули, што патягнули, бо гэта нейкая так званы Славянский базар, гэта ўсё ж такі некая настальгія па той дзержаве, яка, дзякуй Богу, распалася. Я николі жалі ў мея не было на кон таго, што яна распалася. А гэта вось такія настальгічная штука, з якой пратягываюць, ну, гэта неменавіта будзе там спеўнікі і спевачкі са Славянских дзержаву. Гэта не абевязкова там, скажем так. А гэта была ідея вось така вось ад фестываля польскай пісні, потім про Срэбны Витязь до Славянских базару. Срэбны Витязь мені падаецца і асталція кінофестываль дагатуль, а Славянский базар став вось такім, якім інёсь зараз. Ну, гэта дзюнця... Это дзюнця... Я, кстати, не попал. Гэта шпачкі вось так. Да, я не попал... Все-таки я был здесь уже, когда Славянский базар еще не было, поэтому я не помню, что это назывался польскай пісні. Зато я очень хорошо помню фестиваль в Сопате. Как был, так і остался. Ну, Сопат гэта інші. Я не ведаю ци юн заразы знуе. Не знаю, да, не знаю. Я так само не ведаю. Фестываль в Сопоте, это был фестываль, скажем так, варшавской домовой. То, где были советские войска, то и там и пели. Але все, что Сопот так само, но это уже просто наша молодость. Гэт просто так. Вось, чаясь молодость будзе, знов таки я вертаюся до гэтай ситуации с Лукашенкой сёдня, чая молодость будзе наступные пять гадоў, ну чая. Ну, яшчарасы мы уже казали адзін раз ў нашай праграме, што ты, яхто нарадзіліся ў 94-м годзе, то ім ўже колькі гадоў, і яны нічога больш не ведалі. Яны ведалі толька адну Уладу, толькі адну Уладу. Яны ведалі Уладу Лукашенка. Ты, яхто навад нарадзіліся за пяць гадоў, да яго прыхода до Улады, яны ўсё ровна, да можа навад за 10. Мы сами сябе не памятаем ў 10 гадоў так дакладна, як можна сябе памятаць, бо ўсё ж такі былі просто деці, і мы с тобой толькі дурныя деці, як ў Краткевич нам добра з гэтай чубатай сорокай. З гэтай чубатай сорокай, хоць яна ўже не чубатая, але вельми лысая, да, им будзе добра далі, таму, што яны не ведаюць нічога, што можа быць па іншаму. Па іншаму можа быць гэта ў свете, і можа падаецца мне таму, молаць бяжыць з Беларусі, молаць бяжыць просто неверагодна як. А куда? Куда, Ярослав? У Європу в основном, в основном Германію, часткова, вось моя дачка, пакуль не ведала, што пераедзю в Амерыку, яна казала, што она хоча ў Ирландыю, напрыклад. Ну, я не ведаю, чому такі ідеи, але гэта ідеи, які нарадзіліся менавіта не ў яе галаве, а нарадзіліся просто за таго, што такая сфера, ну, як быць ідэй ў гэтых младых людзей, што яны, чомусь ця вось, в якийта момент вырашай, што у Ирланды им будзе добра. І тому я веру, што не яна адна, не яна адзінае такое думае. Вось я бачу навод па дзятях Тані маёй, які таксама не збираюць в основном жызь ў Беларусі, ну, хаць вера може і збираюць, але гэта не докладна ешчэ, бо ўсё ж да Європы іх тягне. І ўсё, ну, як бы, ўсё асяродзе, тое маё асяродзе, якое было, і якое не мы, радзіцелі, а ты, які дзеці ўжо, тых, хто са мной вучыўся на факультетці журналістыкі, яны ўсё з'ехалі. Яны просто ўсё з'ехалі. Такім чынам, калі падводзіць вынік сёнішніх выбараў, галасуюць не бюлютэнямі, які нехта прыходзіць і апускае, вось гэты, так, званы галасываўчы ўрны. Не, не тое, гаць ўрна само па сябе сабвалічна ўжо, так? Бо гэта ўрна, так. Хакі есць ведзіня на этот час, на эту мінуту, есць ў вас? Михаил, пакуль нічога даруйці, пакуль нічога. Толькі тое, што я обвістіў, тое мы імаем на гэты час. Не, 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 зараз я шадзіна... Ну, на самом деле, официальні резултаты будуть объявлены в ночь с воскресенья на понедельник, я так полагаю. С понеделка на второкі мне так падаецца. С понеделка на второк? Ну, хорошо. Зараз чекайте, чекайте, літеральне хвілінку, літеральне хвіліночку, я ёшче уздыму зараз ніякі ресурс. Так, вибары, вибары, вибары... Не, нічога новага, нічога. Пакуль, што нічога немає, мы мае не пішуть. Відать, сами падлічваюць. Я понял. Ну, хорошо, тогда мы вернемся уже в ефир, у нас будет во вторник наша программа, и мы тогда немножко об этом поговорим, спросим, оправдались ли ожидания, главное... А, нет, мы спросим, Тодор же не знает, скорее всего. Тодор еще не ведает. Да, тем более, что он, в общем-то, далек от всего этого, он где-то там на даче, контакта нету с ним, так что сезон заканчивается. Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, что самые сопраудные выники сегодняшнего голосования подведе усь уж таки Тодор. Бо ему ведомо, что нам не ведомо. Да, вы знаете... И то, что мы николь не отримаем от офицейных вытоков. Вы знаете, отвлекаясь в очередной раз от такого, конечно, грандиозного события, как выбрали президента Беларутий, потому что это действительно, в общем-то, знаменательное событие, мы знаем. Я хотел сказать только всего лишь о том, что по результатам наших программ с Тодором Тодоровым есть отвлеки, и вот два человека сейчас ожидают с ним встречи во вторник, хотят, чтобы он на них посмотрел и о них что-то рассказал. Кроме этого, кстати, у нас в понедельник будет человек, который меня лично познакомил с Тодором. Ее зовут Инесса, тоже парапсихолог, маг и волшебник, но она, в отличие, скажем, от экстрасенсорной способности Тодора, она обладает способностью целителя, и она, в общем-то, на расстоянии какие-то, с помощью каких-то своих вот таких особых качеств, она действительно исцеляет. Ну, она это, ну, вот вы не смейтесь, я серьезно говорю, есть такое понятие, как заговоры там, наговоры всякие, вот на человека направляет какую-то такую энергию, обет без... Вы ведете, и это працует? Да, так вот... И это працует? Так вот, она как раз-таки помогает тем людям, которые подверглись вот такому вмешательству. Ну, вы знаете, как в Вуду такой в африканских, скажем так, традициях, всякие там маски берутся, берутся... В Вуду больше гаитянская, эмигрантов, привезенных у якости рабов, это усходне африканская такая традиция, якая перенеслась на Карыбы. Да, ну, я имею в виду, как это происходит, то есть, в общем-то, целенаправленно идет такое энергетическое воздействие на человека, и его подчиняют воле того человека, который, конечно, обладает этими качествами, и он делает совершенно непредсказуемые, совершенно какие-то невероятные действия, и существуют действительно вот какие-то магические такие ритуалы, ну, кстати, вот и выборы в том числе. В рамках очень серьезных. На этой теме больше заработал Голливуд. Безусловно, безусловно. Ну, короче говоря, ну, на этом все-таки наша программа, посвященная выборам президента в Беларуси, заканчивается, и мы встретимся теперь только во вторник уже. Я хочу сказать о том, что предыдущая программа с Валерией Кореной уже выложена, и на Ютьюбе, и на Фейсбуке, поэтому можно с этим ознакомиться. Ну, надеюсь, к тому времени ко вторнику все будет работать. Хорошо. Споди, сподеюсь. Да, Ярослав, огромное вам спасибо, как всегда, за очень интересный эфир и за мобильное такое вот движение в рамках этого эфира. Хорошо, будем надеяться о том, что справедливо все-таки восторжествует, Беларусь получит достойного президента. На ближайшие пять годов, нет. Алип раз пять годов. Ну, тем не менее. Хорошо, дорогие друзья, большое всем спасибо, и до новых встреч в эфире. Ярослав. Все, дякую, Михаил. Всего доброго, до свидания. Полупривно. 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 Пейхан Пейхан Пейхан